У нас в этом году, ну не в этом году, а вообще такая крупная курина, которую я хочу заморозить просто ягодами. У меня, к сожалению, заняты все подносы для заморозки. Здесь у меня фарш стоит куриный, уже натерла туда лук, закрыла вот такой штукой от мух. У нас их практически нет, но так, знаете, одна-две иногда пронесутся какие-то шальные. В этом году мух нету, к сожалению, для Стеши. Она очень любит их ловить. Здесь у меня такие, знаете, полуфабрикаты. Это на чебурейке, это вот поэтому пойдет в духовку. Это мне вчера Денис начистил на песочные колечки с Орехом. Ах, вот кто мою машину обкакивает. Вот кто. Вон он, полетел. Грачи, голуби, все вот тут у нас под козырьком тусуются. Ой, какой сегодня день хороший, блин. Я так хочу на тропу. Сейчас кого-нибудь сманю на тропу обязательно. Многие дома, многие уехали, наверное, по деревням. Или отдыхать. Мы бы сегодня тоже поехали. Нас звали сегодня на озеро. Но, к сожалению, Денис работает. Мы не смогли поехать. Солнышко, какое красивое. Как и обещала, показываю вам рецепт чебуреков. Многие просили. Все подготовила уже. И, конечно же, мой миксер. Не обращайте внимания, что он такой грязненький. Потому что я только что вмешала тесто для печенек. Поэтому он у меня... Сейчас помешаю тесто для чебуреков и помою. Так, что нам понадобится, ребята? Килограмм муки. Я делаю много, поэтому у меня с килограмм. Можете рецепт отполовинить. Пол-литра холодной воды. Желательно кипяченой. Уксус, столовая ложка. И подсолнечное масло, столовая ложка. Я так положила, чтобы вы поняли, что столовая ложка. И соль и половинка столовой ложки. Но у меня соль там стоит. Я потом добавлю. Я сейчас все это складываю в миксер. И он мне замесит тесто. Ну и можно, конечно, и руками замешать. Сначала ложкой мешаете. Все добавляете, как пельменное тесто. И замешиваете тесто. Я буду делать много. Хочу сделать побольше. Родителям, родителям угостить. Но даже такое тесто, если, например, у вас остается, оно прекрасно живет в холодильнике, в морозилке. Захитываете. И при возможности, когда оно вам нужно, при надобности, достаете, размораживаете. И получаются отличные. Также и чебуреки, и пельмени, и все, что хотите. Так как у меня мешает миксер, соль, масло, уксус, я добавляю прямо в воду. Размешиваю. А муку я уже добавила. И выливаю. Все. Моя работа на этом окончена. Все. Тесто готово. Миксер чистый. Оно достаточно плотное получается. Имейте в виду. Я его несколько раз еще вот так руками подмесила. тугое получается. Потому что нам такое и нужно, чтобы чебуреки не расползались. Не рвались. Все. Сейчас поставлю. Пусть постоит, отдохнет. Потом буду лепить. Ну что, приступим за чебуреки. Я сделала фарш. Добавила в этот раз немножко укропа. Фарш. 600 грамм фарша. 250 грамм лука. И 50 миллилитров молока. Я вам все пропорции под видео напишу. Как тесто делала. Как фарш делала. Если мои чебуреки вам понравятся, то можете делать по моему рецепту. Вот. Сейчас прочитала комментарии под предыдущим влогом. Спасибо всем большое, кто мне сказал, что века может дергаться от нехватки магния. Для меня это новость. Потому что магний я регулярно пропиваю. И недавно пила айхербовский магний цитрат. Не знаю даже. У меня еще есть другой магний. Вот такой. Магнелис. Вот, кстати, надо достать. Тоже попью. Пикаленат хрома свой. Вообще перестала пить. Забросила. Потому что все равно пьем все подряд. Что смысл? Вот омегу надо допить. У меня все солгаровские баночки практически. И вот магнезиум цитрат. Я его вроде как пропивала. Может быть надо допить эту банку. А то я, знаете, как-то бросаю. Начинаю и бросаю. Вот сейчас пока с вами разговариваю, сразу вот этот магний и выпью. Тут он, знаете, удобный. Вот в таких шикучих таблетках. Это не реклама. А то сейчас подумаете. Это мне подписчица присылалась в Германии. Спасибо ей большое. И привет, если она меня смотрит. Вот такая таблетка, как аспирин. Бросайте в воду. Заливайте прямо из-под крана. Она растворяется. И вот такой будет, знаете, как фанта. Даже с пузырьками. Ну, как аспирин шипит. Сейчас она растворится. И я выпью. Ещё на работе. После работы должен заехать за сливой. Вчера её не было, я вам говорила. А сейчас будем печь. Приедет, будет очень счастлив. Что у него чебуреки. Потому что он сам хотел печь чебуреки. Я говорю, хочу чебуреки. Я говорю, ладно, я тебе испеку. Что? Вот видите, как бурлит. Аж пузыри надуваются. И он вкусный-вкусный, как апельсиновый напиток. Прям точно как фанта. Это у меня фарш такой, видите? Жиденький. Чтоб сочные были. Надеюсь, вам меня видно. Вот я не знаю. Я так уже отвыкла снимать на камеру. Привыкла на свой айфон. Даже не помню какой. Но у него вроде большой угол обзора. Вы должны меня видеть. Задали такой вопрос под видео. А Денис что, совсем не пьёт? Или выпивает бывает? Мы же все люди, ребятки. Ну, конечно, выпивай. Естественно. Но, знаете, мы вот не любители пить алкоголь в удовольствие. Прям вот сидеть, смаковать. Я алкоголь не особо люблю. Не знаю почему. Наверное, потому что, знаете, вот кому идёт алкоголь, то есть они после него себя как-то чувствуют на веселе. А у меня нет. У меня нет такого ощущения, что я там весёлая или как-то мне хорошо. У меня сразу какие-то ватные ноги становятся. И вообще мне как-то не очень после алкоголя. Поэтому, наверное, я его не люблю пить. Денис, ну вот сейчас жара, он вот пиво себе несколько раз покупал, пьёт. Ну, тоже так, знаете, он не любитель вот этого. Он любит жарко, он залпом выпивает, и как вот что квас, что пиво. И всё. Так, надо поделить. Надо поделить. Вот так раскатываю, какими бы кусочками поделить, чтобы и немного было, и немало. Такие, наверное, сделаю. Так, это не пойдёт, надо что-нибудь потолще. Вернее, поострее, потому что вот, вот это пойдёт. Вот тоже присылала подписчица, представляете? Как начинаю делать, сразу её вспоминаю. Огромное ей спасибо. Так что пьём. Вот мы когда в Дубае были, ездили в последний раз. Мы обычно, когда вот бываем, мы берём с Дьюти Фри алкоголь. Там вот он, конечно, там всякие интересные. Помните, я показывала вам водку? Ксю, что ли? Ксю-ксю, как-то так. Ксю-ксю, по-моему. Водку с клубникой. Вот она вообще такая прям вкусная, реально. Вот её ещё можно там попить, как-то посмаковать. А так, ну что у нас? Что у нас тут? Вот, такого в Белебее можно купить, чтобы это с удовольствием пить. Вино-то и то сейчас всё какое-то, не знаю, поддельное. Вот, то, что в Дьютике покупали, там оно дорогое, но зато настоящее. Там пили, да. Ну вот уже, мы считаем, когда последний раз в Эмиратах-то были уже два года назад. В том году мы были в Крыму. В том году были в Крыму. В этом году мы нигде не были, но на это есть свои причины. Узнаете попозже. Мы сейчас очень экономим. Поэтому мы не ездили. Так бы мы тоже куда-то уехали. И ещё в этом году я очень хотела поехать куда-то в сторону Анапы, Витязева. Там такой белый песочек хороший. Но, к сожалению, да, Анапы сейчас не летают самолёты в связи с ситуацией на Украине. Только до Сочи. А в Сочи мы уже были. Мы были в Сочи, в Лоу. Я бы хотела вот в ту сторону поехать. Но ничего, может быть, на следующий год. Может быть, у меня ещё полуотпуска есть. Хотя в этом году нет. Мы вряд ли поедем из-за того, что у нас режим экономии. Пьём. Я пью. Я люблю либо выпить два бокала вина, либо коньяк. Рюмки две, не больше. Недавно вспоминала прошлогодний отпуск. Как мы были в Крыму. Так классно было. Вспоминала с Юлей были. Хорошо. Очень мне в Крыму понравилось. Очень. Хотела бы ещё раз съездить. Сейчас туда тоже. Либо на поезде, либо на машине. По-другому никак. Я думала, в этом году многие откажутся от путешествия. Но ничего подобного. У нас и на работе все собираются куда-то отдыхать. В общем, никого ничего не пугает. Бесстрашные все. Надо всё это прикрыть. Сейчас я пакет разрежу, в котором тесто лежало. И прикрою, чтобы не заветривалось. И начну потихоньку катать. Катать – это моя слабость. Я не умею. Мне не хватает сил раскатывать эти лепёшки. Когда Денис дома, он мне помогает. Силой терпения их катать. И ещё они у меня получаются все какие-то раздробокие. Не знаю. Все разные формы. Они получаются красивые. Перекрываем второй половинкой. А вот тут уже на ваше усмотрение. Надо, чтобы воздух вышел отсюда. Вот так вот делайте. Чтобы весь воздух вышел. И только потом начинайте защипывать края. Кто-то делает, знаете как. Вот так берёт тарелку и вот так проводит. Чтобы они получились круглые. Так. Чтобы они все получились круглые и одинаковые. Ну а теперь берём вилочку и делаем красоту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот столько чебуреков получилось из одного килограмма теста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...